Добро пожаловать на канал Невамстал. Я Денис Волков, Амсердам. Сегодня я хочу сделать видео о цикле. Скорее всего, вы подумаете, что речь пойдет о цикле, который мы все часто видим на каналах YouTube. Это вот такая цикле стейнный, или такая, или другие формы циклей, или хотя бы такая цикле. Но об этих циклях я обзор не буду, потому что на них очень много видео на YouTube. Но я хочу сегодня поговорить и рассказать вам о цикле, в которой на YouTube практически ничего нет. Идет речь именно о такой цикле. Очень маленькая, но очень эффективная. Она очень удобна в столярном деле. Хотя у нас в Голландии этот цикл в основном можно увидеть у маляров, чтобы, понятно, разогреть краску, или лак снять краску, содрать ее, скажем, с дерева. Но тот метод, который я хочу вам сегодня показать, предоставить, его не встретишь вот так в обыденной жизни. И я этому методу научился у мастеров, которые занимаются ремонтами и реставрацией яхт. Да, в моем случае работал на мастера, который ремонтирует итальянские моторные катера. И именно вот такой циклей практически всю работу выполнял именно вот этой циклей. Потому что во многих местах машины шлифовальны или какие-то другие средства не подходят. Эта цикля в исполнении очень простая. Длина цикля 24 см. Длина ручки 15 см. Толщина лезвия 3 мм. И ширина каждой стороны 6 см. Среди циклей такого типа есть также цикли разных форум. Например, такие. Но я такими не пользуюсь. Очень важно, чтобы в цикле, который вы пользуете или покупаете, очень важно, чтобы она была из каленой стали. Тогда заусенцы, которыми осуществляется соскабливание, держатся дольше при работе. Потому что вы, скорее всего, будете сегодня заниматься каким-то мягким деревом, завтра будете дубом и зубцы очень быстро начинают стачиваться. Теперь я покажу вам, как я затачиваю эту циклю. На российском интернете я не нашел таких циклей, но нашел что-то подобное. И это говорит о том, что лезвия можно изготавливать отдельно и насаживать их на ручку. На фотографии вы видите, как это было такое решение принято. За счет квадратного отверстия и насаживание лезвия на ручку. То есть это, в принципе, можно придумать. Если же есть желание, то можно это придумать. Хотя у нас они в Голландии в магазине продаются по 4 евро. То есть они уже готовы. Видите, уже такая заклепка. Эта цикля, как вы видите, она новенькая. То есть на ней еще никаких следов заточки не было. То есть она еще не пользовалась. У нее острые края. А вот эта цикля уже была в работе. И вы видите, уже здесь внутренняя часть, я так называю, внутренняя часть, она, скажем так, сточенная. То есть она во время работы насточит. Это связано с тем, что перед тем, как я затачиваю циклю, которая уже была в работе, перед этим я прохожу, шлифовали по шкурке, прохожу, чтобы снять все какие-то там мусоры, какой-то налипший клей или краска или что-то, что-то зависит, с чем я работал. То есть я сначала убираю весь этот мусор, который, потому что здесь должна быть чистая поверхность. То есть я при помощи шкурки снимаю это. Не обязательно, главное просто, чтобы была гладкая поверхность. И иногда даже приходится снимать вот эти тоже, иногда снимать мусор, убирать весь этот мусор, но это все равно нужно. Это раз. Во-вторых, очень важно, ну, во всяком случае, я для себя так. При такой цикле, я видел на интернете, было цикля сделано в виде квадрата. Но квадрат, потом я вам покажу, наверное, на действии, когда цикля, квадрат не дает той оптимальной работы, чем как треугольная форма. Когда я затачиваю, я первым делом снимаю углы. То есть я закругляю углы. Потому что острые углы, они могут очень много напортить. Во время работы можете этим углом заглубиться и уйти глубоко в древесину и создать очень глубокую царапину, которую потом тяжело будет убрать. Поэтому углы я сразу закругляю. Тем более, что при заточке эти углы все равно сгорают. Заточка идет, обычно у цикля идет 45 градусов заточка, но придерживая точной там 45 градусной заточки, нет какого смысла, потому что работа этот циклей, ну, учитывая то, что зависит от какого материала вы работаете, может даже получиться, что вы через каждые 15 минут и потом будет затачивать по новой циклю. Это зависит от материала. Это зависит от того, какой материал вы работаете. Чтобы быстро и удобно научиться точить, затачивать и знать, как вы затачиваете, я использую очень простой метод. Берем маркер и закрашиваем грани, которые я буду точить. Это связано с тем, что, во-первых, я при заточке, я вижу, как у меня идет заточка, то есть, какой угол я буду держать. И, во-вторых, у меня также подскажется, когда я буду затачивать, какую я грань заточил, а какую не заточил. Поэтому это очень удобно. Этот способ я научился у немцев. Когда я на выставке покупал вот такое точило для заточки инструмента, абразив, алмазный абразив, там был тот же самый принцип. Для заточки стамески закрашивалась маркером, закрашивалась плоскость. И когда при стачивании, ну, это вставляется в дрель, и когда она крутится, при стачивании можно увидеть, как ты точишь стамеску. То есть, вот, я таким абразивом сейчас все время, ну, периодически пользуюсь, когда мне нужно заточить стамески. Так что, сейчас мы начинаем точить. То есть, я сразу говорю, что сначала я стачиваю углы, то есть, убираю эти острые углы, а потом начинаю затачивать. Заточка идет так, что вот одну руку, к примеру, вот правую руку, надо как-то взять, как вам удобно, так, чтобы держать. Этой рукой прижимаете и немножко сдвигаете, регулируете. Но, когда вы, к примеру, когда вам нужно остудить циклю, может она будет нагреваться, сразу опускать воду, допустим, то эту руку, которую вы держите циклю, она должна, ее не передвигать в сторону, ну, как вас, оставлять на одном месте. То есть, это можно, а это, это вам позволит быстро находить этот угол одновременно, когда вы остудили, потом обратно вернулись, вы быстро найдете тот самый угол, который вам нужен. Потому что, за счет этой руки, так как вы держите, это вы, так сказать, вернете быстро в то же положение, которое до этого было, используя. Для заточки не забываем использовать защитные очки, потому что летит очень мелкая пыль. Вот, ну, Вау. Продолжение следует... 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 очень уж он легче и удобнее держаться ну вот принцип заключать очень простой принцип работы этой цикле очень простой это рукой вы тягивать они тянет на себя а этой рукой пальцами вы давите на материал в то же время вы можете регулировать почему она и 3 почему она и удобная треугольная форма что вы можете регулировать площадь или место как которым вы соскребаете скажем работаете потому что вы можете плоскость какую-то брать ну что цикле обычно не берет сразу всю ширину она берет какую-то часть эту часть надо регулировать самому уже какую-то какой части может вот этой части больше можете это счастье можете этой части лучше сейчас вот не знаю на видео не видно это цикле она видимо может быть даже так придумаем было не знаю на немного изогнутая то есть она такая выгнуты поэтому у нее нет такого что она у тебя на скоблит сейчас положить как вот так то видно что она колеблется потому что как бы изогнутая у нее грань поэтому она этих колышется поэтому когда скоблеешь берешь не сразу все одно отберешь какую-то одну часть ну и соответственно когда давишь пальцем давишь пальцами и регулируешь надо давление на циклю то есть получать как бы двумя руками то есть одна рука она больше работает на то чтобы просто на себя тянуть сдвигать циклю с места а другая за левая рука она занимается тем что она просто давит соответственно давит на материал то есть на цель на само лезвие и регулирует давление и направление поэтому вот за счет этого и происходит циклевание что очень удобно это очень тоже важно что циклевать нет какого-то определенного правила что надо циклевать ток по прямой я обычно циклю под углом градусов 5 иду по волокну что очень удобно и очень что очень намного легче чем по прямой идти то есть примерно 5 градусов и так с ним нет конкретного в разу сил где-то может 5-10 градусов по отношению к не к волокну что это дает это дает то что вы допустим работать с каким-то материалом очень таким тяжелым нет какой-то стабильные структуры и когда начинаете снимаешь у где-то он начинает брать нормально где-то начинает идти эти бороздки где-то там еще что-то то есть надо все время менять каждый раз в процессе соскапливания вы ищите угол как вам надо как вам с это соскара снять где поджать бывает также также эта рука вот она действует не только чтобы она тянет она также регулирует и угол то есть бывает что так можно может быть хватаешь так может цикл взять а может получать что даже вот так берешь циклю зависит от того как идет о цикле идет по материалу то есть это нужно смотреть именно в процессе но я думаю что если вы этим займетесь и будете освоить этот цикл этого и вот так вот взять несколько там кончит и вот и вот отсеклевать его вы же быстро поймете как это работает но в практике выглядит примерно вот так вот держим это рукой тянем это рукой вдавим и регулируем так же цикл использую когда допустим я клею широкие щиты или какие-то вот край широкие щиты и вот и небольшая неровность находится кто может цикле делать цикле может это делать и неровности быстро убрать намного даже быстрее чем шлифовальная машина что вам нужно будет просто вам нужно будет циклевать вот мы знаем под каким там под 45 или по 35 градусов опять же у вас цикле она идет и по прямой именно у папа а немножко под углом то есть она как бы немножко идет опять что то есть она не срезает не по прямой а немножко под углом срезает именно ей намного легче идти эти то есть сейчас она уже ну и конечно пушит он так под прямой но все равно когда если большие щиты вам нужно их как-то вот выровнять то цикле это получается намного быстрее чем это здесь это делать скажем шлифовальной машины как я уже говорил что вот именно регулируя вот эти углы вы можете подбираться например снимать только один какой-то уголок то есть я направляю угол так на давление на какой только на уголок то есть я могу работать только именно с одним уголком то есть мне надо уже всю всю плоскость использовать и вот так вот можно значит очень важно понимать что когда если вы работаете циклей если вы это долго работаете и вы замечаете что вы начинаете циклевать но начинают руки уставать значит цикле уже затупилась это первый сильно сигнал что цикле уже как бы сказать свой острый край уже за вот это именно вот эти бороздки грань вот это остро она уже закончилась ее надо или менять циклю или менять сторону смотри какая сторона нового пальца мы обычно можете хорошо чувствовать это но вот другое применение цикле к примеру я склеила щиты и мне надо их немного выровнять или скажем после склеивания щитов остаются следы от клея как правило когда я клею щиты стараюсь клей снять снимать клей когда он наполовину сухой и не ждать когда он полностью высохнет и там прозрачный становится высохнет его намного сложнее снимать он будет вырывать иногда волокна вырывать но обычно если так и все равно получается все равно цикла в этом отношении очень быстро и дешевый метод кстати говоря хотел сказать что он очень дешевый по сути он даже эти быстрее и дешевле обходится чем скажем шлифовальная машинка или там шкурка или что-то еще главное просто если на понять смысл навык взять навык то можно этой цикле можно очень много я работал своей работе циклю меня постоянно находится в моих инструментах то есть я без нее уже но не обхожусь практически уже лет 15 вот я скажу к примеру у меня склеить щит но он правда сейчас у меня убраны все клей весь он и убран это я делал для того что ушел сейчас как он потом мне этот нужен будет шлифовать если этот клей я не уберу больше толстый слей корней не уберу то он у меня будет потом налипать на на шкурку на барабан или что-то еще он все будет мне мешает поэтому мне проще быстрее снять циклей чем это потом все это снимать весь этот наверно плач на наклеившийся клей на шкурку очень также удобно когда если будете заниматься именно вот если будете осваивать в этот циклю очень удобно учи нам учиться работать не только вот так правой рукой а также наоборот потому что иногда бывают моменты когда вам не подлезть с этой стороны вам надо с этой стороны надо делать по сути если вот именно технику такую понять технику и именно давление регулировки и ну скажем так на себя тяните регулируете то в принципе это можно ну как я раньше делать большие большие яхты целый день скоблишь и не устаешь то есть по сути если те цикли хорошо заточена освоили эту технику то на на место не доставляет большого физического труда чтобы соскабливать и снимать вот именно какие-то там снимать нужный материал до что вот пример я этот щит как бы у меня чистый брал а теперь уберем щит с другой стороны это после склейки щита остались следы газеты о том как я щиты клею я потом другом видео вам расскажу но вот то что у необычно получается к после того как щит уже склеен высох то мне нам собрать вот это вот эту газету которая осталась и вот именно циклей то есть можно двигать также циклей не только в этом направлении нужно также цикле вести и папе почти поперек волокон это позволяет то чтобы быстрее снимать и также это помазать немного уже выравнивать этот щит хотя он и так более ровный то есть и 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 Другое применение циклей. Вы зашпаклевали какое-то дерево, коробку или шурупы. Обычно, когда шпаклюете в один раз, то шпаклевка усыхает, оседает. Нужно еще раз шпаклевать, чтобы закрыть эту неровку, а потом шлифовать. То есть, это много времени уходит на то, чтобы одну неровность, отверстие, что-то закрыть. Я обычно делаю так, что я шпаклюю. Обычно я шпаклюю двухкомпонентной шпаклевкой, но в этот раз я однокомпонентный сделал. Я шпаклюю не в гладь, а немножко с запасом, то есть небольшим запасом. То есть, когда он начинает усыхаться, то у нее есть возможность, еще есть запас и остается еще шпаклевка на поверхности. И эту шпаклевку очень легко снимать именно циклей. Вот и все. Вот, по сути, у вас получается сейчас очень гладко. Сейчас, если пальцем провести, их вообще не заметно, где здесь было зашпаклевывание. То есть, а если бы я это делал в шлифовой машинке, я бы очень долго стоял и шлифовал все это, что шлифовал. И шанс был, может быть, если шпаклевка не совсем высохла, еще был большой шанс, что вся эта шпаклевка будет у вас на шкурке. А именно таким образом, именно циклевкой, именно вот такой циклевкой можно легко убрать. На этом я заканчиваю видео. Надеюсь, вам это было интересно. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok